Возведение олимпийских построек, понятно, проходило под бдительным контролем различных компетентных служб и ведомств. Да и первые лица, что называется, дневали и ночевали в главном спортивном городе этой зимы. Весь мир ждет первых стартов, а наши сограждане нет-нет, да и заведут разговор о том, сколько же деляги от олимпийского бюджета отпилили да в карман положили. За подготовку Олимпиады в правительстве России отмечает вице-премьер Дмитрий Козак. В интервью журналу «Итоги» он сказал, цитирую, «Несмотря на очень жесткий контроль, случаев свидетельствующих о масштабном воровстве установлено не было. Гарантировать, что его в принципе не было, я тоже не могу. У нас, в конце концов, презумпция невиновности. Вот и понимай, то ли не было масштабного воровства, то ли было, но гарантии этому нет, то ли презумпция невиновности виновата». Видимо, живут в верховных кругах традиции незабвенной памяти Виктора Черномырдина. Изъясняться афористично, но до гениальности непонятно. По данным вице-премьера, в 2012 году было зарегистрировано более сотни преступлений на олимпийских стройках. В основном это мелкие кражи. Также ряд строительных организаций завышал цены. Напомним, открытие игр в Сочи состоится в эту пятницу, 7 февраля, час икс, это 20 часов 14 минут. Вчера была репетиция великого действа. Те, кто видел, говорят, зрелище обещает быть масштабным и для России беспрецедентным. И еще в средствах массовой информации прошло известие, что наша сборная выйдет на приветственное шествие под песню группы Тату. Пресс-атташе Международного олимпийского комитета Марк Адамс репетиционную церемонию открытия оценил высоко. На пресс-конференцию он заявил, могу вас заверить, что россияне организуют замечательное шоу. Предолимпийские дни в России были отмечены масштабным воскресным проектом «Лыжня России». Это традиционная гонка, которая зимой собирает любителей и профессионалов лыжного спорта во всех городах и весях. В Рязани народную лыжню проложили около села Варские. По данным регионального министерства спорта, на лыжи встали более 6 тысяч человек. От совсем малышевского возраста до 80-летних ветеранов. Традиционный 5-километровый маршрут впереди всех закончил Андрей Олипкин из Рязани. Среди женщин первенствовала Татьяна Иванова из Тумы. На десятке царили рязанцы. Весь пьедестал у горожан, а золотой результат показал Сергей Чванов. У женщин победила кемеровчанка Анна Поваляева. Но, как известно, такие состязания проходят в полном соответствии с олимпийским принципом. Главное – участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова